уже утро так приветствую всех с вами холдэма и мы продолжаем проходить игру my children бензборн и пытаемся продолжаем попытки выжить в этом жестоком мире в полном одиночестве так от карина отказались все ее родители кроме получается племянница которая нас хоть как-то встретила более хорошо и мы кажись прочитали все заметки да мы все заметки успели прочитать да и мы прочитали все заметки предыдущей серии рекомендую заглянуть на нее еще подсказка должна будет скоро вылезти в правом верхнем углу гляньте очень рекомендую продолжаем пытаться выжить у нас есть еда у нас только грибы придется кашей кормить жует но уже чуть лучше давай куда-нибудь пойдем погуляем а давай пойдем погуляем у меня кораблик кажись готова давай его по запускаем здорово мне понравилось играть с корабликом о чуть-чуть полу под улучшаем ее строительство и рыбка ой чуть не сорвалась сегодня воскресенье никакой школы или работы поиграешь со мной хорошо можем порисовать ухты блин у нас еда не готова ладно приготовлю ее завтра смотрите сколько у нее игрушек и машинка и лисичка и кукла блин новости их надо будет прочитать чавкает прости приходится тебя кормить тем что есть блин это проблема я не могу почитать почту было бы здорово послушать сказку на ночь есть время почитать конечно ура спасибо запись дневники и мы сейчас прочитаем осталось совсем немного времени до праздника кажись еще два-три дня сколько там 12 12 13 будет все давай тогда дневник вот тут кажись вот получается 11 мая новые сведения теперь у нас есть какие-то ответы они и радуются и удручают как они и радуют и удручают когда ты подрастешь тебе стоит само изучить эти документы а пока пишу кратко полное имя твоего папы хайнс фляйшер он работал в пекарне своего отца в небольшом городке дрезден дрездене 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 где когда началась война его призвали в армию его родители звали вилле и хани лора хани лора фляйшер ей ей то ты и помнишь какоми представляешь тебя отправили к ним в германию в 1945 году но уже в 1947 международный красный крест потребовал от норвежского правительства вернуть себе вернуть тебе тебя и других детей в нашу страну твоим бабушка твоим бабушке и дедушке пришлось отвезти тебя в герой вы берлинский приют зон зон нен виц зон нен вице зон нен визе зон нен визе зон нен визе его извиняюсь тяжело зон нен визе откуда тебя забрали в норвегию грустно а еще красный крест начал искать твою мать двенадцатая мая ох я так хочу есть а вот и я доброе утро парад на этой неделе а вот она и почта почту принесли давай сразу ее раскупим давай быстренько ее сами просто покупаем пораскупили вы написать бабушки и дедушки в документах которые прислала тетя анна указан адрес бабушки и дедушки карин господин и госпожа флейшер кран швице 6 фрайтель 6 фрайтель германия написать здравствуйте пишу вам из норвегии ваша внучка карин моя приемная дочь мне удалось выяснить что она жила с вами несколько лет девочка до сих пор помнит свою оми и мечтает узнать об отце не могли бы вы ей помочь и главное за это мы не получаем чего в новости в стране продолжается подготовка к ежегодному параду в честь дня независимости которая далась нашему народу таким трудом такси нужно что-то купить у нас магазин открыт может что-то купим а что-то у нас денег вообще тю тю у нас прям вообще денег нет не хватает денег может купить тортик а хоть чуть-чуть еды накуплю на последние деньги ладно оставлю чуть-чуть на всякий пожарный давай сначала приведем тебя в порядок а вот и не деньги подоспели я бы приготовил ей тортик отлично тортик готов и мы тебя им покормим ням вкуснотища спать хочется почитаешь мне сказку на ночь конечно здорово спасибо новая запись в дневнике ой надо запись в дневнике прочитать 13 мая привет ты чего 12 мая либинсборн номер 40 4812 точнее номер 4812 красный крест ее нашел после этого она дала объявление в газете чтобы тебе чтобы тебя удочерили так ты оказалась у меня но ты появилась на свет при еще более печальных обстоятельствах судя по документам ты родилась в организации либинсборн дитя под номером 4812 ты жила в приюте год хаб где за тобой ухаживали немецкие нянечки когда война кончилась норвежское правительство отправила тебя к бабушке с дедушкой в германию потому что им хотелось как можно скорее в реформировать приюты либинсборна а вот откуда название игры жует ты не можешь пойти вместе со мной до скорого учись хорошо ладно постараюсь блин ей грустно и мне от этого тоже грустно может что-то купить бы я вкуснее а блин тортик пропал никаких игрушек не обнаружено что случилось почему ты расстроена я не расстроена я встретила ребят из моего класса тех которые меня обижали они говорили всякие гадости они сказали сказали мне что мы сказали что мне нельзя приходить на парад они могут нам навредить пусть только попробуют мне немного страшно настроение чуть-чуть у него улучшилось давай ка мы приготовим тебе вкусную похлебочку а хочешь со мной порисовать давай с радостью ухты пойдем настроение надо ее улучшать как можно лучше да она может чуть-чуть поголодать но настроение ее должно быть на максимальном уровне можешь прочитать мне мою любимую сказку конечно здорово спасибо новая запись в дневнике дни летят просто мгновенно очень быстро летят дни честно дни честно говоря прям очень быстро 13 мая превосходство генов как ни печально но всю жизнь тебя осуждали за происхождение в начале нацисты а теперь и норвежцы организация либинсборн была создана по указу генриха гимн гиммлера ближайшего сподвижника адольфа гитлера автор осуждает нацизм и все все вот это вот это все плохо и гитлер гиммлер и все его сподвижники они все злодеи и т.д. и т.п. они хотели чтобы в обществе будущего третьем в обществе будущего третьем рейхе было больше арийских детей считалось что только люди с правильными генами имели право на жизнь а остальных нужно было истребить этой идеологии оправдывают трагедию оправдываю трагедию холокоста в лучшем случае отцом ребенка должен был стать офицер эсэс а матерью арийц арийка в третьих поколениях но гиммлер не мог подталкивать женатых офицеров к неверности так и лебензборн стала программой по воспитанию детей арийских женщин и немецких солдат почти половина всех детей в лебензборне родилась в норвегии нацисты считали что у норвежек норвежек хорошая кровь но это наша культура слишком но наша культура слишком неразвита поэтому о детях заботились немецкие нянечки ужас а вот и последний день перед парадом представляешь ежики погружаются в гибернацию неужели ты все на свете знаешь умничка поэтому зимой мы их не видим учится это хорошо что она учится ням вот бы почаще такую вкуснотищу кушать мне скоро в школу покажи нас что ты способна хорошо копим денежки 100 уже монет у нас запасен я побольше подкоплю честно говоря буду теперь экономить надо больше денег экономить хорошо что ты дома сегодня господин верк вел себя немного странно что он сказал он сказал что я должна быть сильной и всегда стремиться к познанию что он имел в виду тебе показалось он расстроен он показался мне немного грустным может он куда-то собирается о нет куда же это ведь учитель на замену возможно он уходит нет он не может уйти я не хочу чтобы он уходил я хочу чтобы он остался такое случается перемены могут быть и к лучшему о нет что же мне делать прислушаться к его словам и все будет хорошо не хочу чтобы он уходил ее настроение ухудшилось но как говорится тут я ничего поделать не могу Карина ну 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 издевается пора спать эм а ты можешь а ты можешь пожалуйста почитать мне сказку конечно ладно спасибо ну да это очень плохо что берк уходит это будет очень тяжело он единственная преграда перед Кариной этими чертовыми детьми без него будет очень плохо 14 мая готтхаб во время войны твоя мать оставила тебя в приюте Либенсборна под названием готхаб снаружи он выглядел шикарно но внутри царила строжайшая дисциплина только самым послушным детям разрешалось играть в игрушки кроме того все малыши все малыши вырастали вырастали похожими на арийцев со светлыми волосами и голубими глазами как никак никакого арийского гена как никак никакого арийского гена нет и не было так просто называли людей с нордической внешностью но не не подходящие дети пропадали из приюта из приюта людоеды хреновы смотри опять почту принесли страна продолжает готовиться к параду и школьники с нетерпением ждут когда когда же они смогут пройти по улицам размахивая флажками в честь дня конституции уже распланировал маршрут движения парада утром дети собираются возле школы а затем пойдут от нее через город до скорого до скорого учись хорошо ладно ой ой немного чихаю хорошо купим денюжки и есть подарок какой нибудь а ой что случилось Сегодня господин Берг сказал нам, что больше не будет нашим учителем Вместо него придет какой-то чужак Господин Сольхейм Он сегодня тоже приходил Что еще он сказал? Он поступил очень жестоко Отругал меня за то, что огрызаюсь, хотя я этого не делала Что я поставлю его на место? Пожалуйста, не приходи в школу Я не хочу привлекать внимание Не дает Нужно срочно ее чем-то угостить Пришло время вкуснятины Плевать на деньги, я могу его вытерпеть Мой кошелек терпит Если что, куплю ей что-нибудь вкусненькое Подожди, там почта, кажись или нет? Что-то уже поздно Мне не нужен новый учитель Не расстраивайся Не расстраивайся, милая Не совсем Мне совсем не нравится господин Сольхейм День парада для учителя последний Тебе нужно поспать Не хочешь посчитать мне сказку на ночь? Конечно Как здорово Спасибо Запись в дневнике Отлично Теперь и господина Биарга нет Просто отлично Ну и у нас отсутствует вообще все Конец войны В приютах Лебецборна воспитывалось более 500 мальчиков и девочек 500 мальчиков и девочек После войны одним нашли приемных родителей Других вернули родным Норвежское правительство пыталось переправить часть детей в Австралию Чтобы не брать за них ответственность Они боялись, что дети были психически больны И расходы на их содержание были бы непомерно большими Ты была среди 250 ребят с норвежским гражданством Обнаруженных в Германии 25 из них так и не смогли Пристроиться Пристроить А потому признали умственно отсталыми И направили в психолечебницы Многие верят, что немецкие солдаты были психически больными А значит и с женщинами, что были с ними И с их детьми Тоже не все в порядке Ведь все дело в генах Так? Почему? Прошу запомнить, что все это большая ложь Норвежцы, что так говорят И сами следуют нацистским убеждениям Можно менять нации местами Но логика остается та же Ошибочная и бесшеловечная Абсолютно верно Норвежцы именно Все те, кто говорят, что они не нацисты Хотя по-настоящему, блин Они буквально пропагандируют то же самое Просто теперь это уже в сторону немцев идет Полная именно Немцефилия какая-то Как ты себя чувствуешь? Я с тобой не разговариваю Понимаю Ты расстроена Я дам тебе прямо успокоиться О нет, это из-за меня Прости Ты вечно извиняешься Ням, вкуснотища Нам пора Береги себя Ага Есть там подарок в магазине, а, какой-нибудь Не капельки С возвращением Что-то мне это не нравится Совсем Я устала Завтра парад Точно Скорей бы Доброй ночи Дневник обновлен Блин, она не попросила сказку на ночь Это плохо Многие верят, что немецкие солдаты были психически А нет, это уже было 16 мая Любящая бабушка и дедушка Думаю, ты не случайно запомнила свою немецкую бабушку Наверняка она была добра к тебе По ее словам, у нее была лишь одна причина тебя отдать Если мать действительно хочет вернуть своего ребенка Я не могу стоять у нее на пути Грустно, что норвежское правительство решило забрать тебя из любящей семьи И отправить матери, которая не могла и не хотела тебя воспитывать Ты могла бы вырасти в месте, где считалась бы обычным ребенком И честно говоря, у меня есть предположение Почему бы туда не уехать к хренам собачьим накопим Даже если там нужно будет 300 монет Блин, нормально, буду экономить Будем есть одни каши с сыром С сырком Или вообще просто одни каши Сидеть на них И пытаться именно накопить денег на уезд И уехать к хренам в Германию Там сто процентов нас никто трогать не будет В Норвегии нам оставаться нельзя Ну блин, Норвегии оставаться нельзя Потому что эти чертовы немцефилы найдут нас везде И испортят нам жизнь А в Германии нас будут считать абсолютно нормальными А нас, как родителей Карин здесь нет Ёптить Карин, ты где? А вот ты где? Эм, прости, что вышло так рано Ой, ну а дальше мы уже продолжим в следующей серии Черт, я уже переторопился чуть-чуть Все выглядят такими счастливыми Мы вернемся в меню Продолжим уже в следующей серии Блин, а это хорошая по правде превьюшка Ее можно использовать будет Но я нигде не вижу господина Берга В следующий раз подожди меня, ладно? Прости, но ты идешь так медленно Я не могла больше ждать Я больше... Я больше так не буду, обещаю Так давайте-ка я быстренько Тихо Да блин Я хочу сделать превьюшечку Ну ладно, еще секундочку Такс, ну все, теперь все есть В следующей серии мы уже продолжим Ну и узнаем, что будет на параде Че-то я переторопился Я не знал, что прям так все резко будет Я думал, там мы пойдем Именно будет так, можно сказать Мы опять будем устоять у окна И типа того, ну что-то все резко пошло Ну ладно Ну что ж Игра уже скоро, кажется Как Галя говорит Как говорила моя сестра Уже скоро закончится Примерно где-то на параде Уже будут последние дни И игра закончится Из-за этого скоро Эта игра нас все-таки покинет Очень жаль Но у нас есть на замену Хотя бы туман Вот надеяться вам понравилось Ставьте лайки Пишите комментарии Предложениями новых игр Потому что пополнять ассортимент надо Так как чаще всего У меня просто нет доступа к компьютеру Ну и сейчас у меня нет доступа к компьютеру Так как я уехал Ну не беспокойтесь Как только я приеду Я сразу же выпущу видео уже с компьютерной новеллы Она очень интересная И так же скоро она закончится Кироллов совсем скоро закончится Могу вас обрадовать И заменим мы ее новой игрой Заглядывайте в описание Там будет ссылочка На мой дискорд сервер И на дискорд сервер По доки доки Буду рад вас там видеть И не забывайте Жать на кнопочку подписаться И на колокольчик Так вы о новых видео будете узнавать И пополните нашу Маленькую семью И с вами я конечно же не прощаюсь Скоро увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому